ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Точка зрения у меня такая. Даже если человек ходил на тот же референт, даже если человек голосовал за отделение Донецкой области от Украины, даже если человек словесно выражает свои мысли, он имеет на это право. Если человек не взял в руки оружие, не совершил никаких преступлений за идеологическое убеждение, их не судить, не сажать нельзя. А вот люди, у которых руки в крови, которые с оружием выступали против государственного настроя Украины, вот с этим я думаю, что я с многими встречусь и надеюсь в камере следственного изолятора. Ну и чаем угощу, конечно. Еще вопрос такой. Как вы думаете, конец видно? Да, конец будет. Всегда всему приходит конец. Есть хорошее народное пословице. Как бы веревочка ни явилась, но всегда конец будет. По этому поводу. Я, в принципе, вы знаете, я вообще называю это странной войной. Странной войной в каком плане? Это война блокпостов. То есть мы доходим до блокпоста, упираемся в него и начинаем крошить друг друга. Вот мы находимся на Песке. Еще один блокпост ДНРовский находится на границе Абакумова, ну это поселок окраина Донецка, и села Старомихайловка. Между ними разрыв. 20 километров пустого, чистого пространства. У меня вопрос с господом генералом. Я понимаю, что, конечно, вы свои звания получили шаркая по паркету и подлизывая кому-то из властимущих задниц. Вы извините, что я так грубо говорю, но оно действительно так. А где же стратегия, где тактика, где обходные маневры, где перерезание путей сообщения. Дело в том, что люди, которые находятся на блокпостах, я имею в виду и местные, и те, которые, так сказать, приехали для защиты славянского мира с России к нам, хотя мы их не звали, они не знают, кого нас защищать. Они на блокпостах работают как на заводе, так шахт. Вот они приезжают, отбывают эту смену, потом уезжают отдыхать. То есть они там моются, ну, местные с семьями общаются. Если перерезать пути сообщения, то им просто некуда будет деваться, как или погибать, или сдаваться. А я не думаю, что они захотят погибать. Как показалось, не очень им хочется сильно погибать. Потому что, в принципе, как бы, это правильно сказать, вообще-то, по моей информации, которую я обладаю, сейчас идет засилье россиян, которое не считается сменением местного населения, которое громят градами, жилые кварталы, которые разрушают инфраструктуру, и там уже нарастает недовольство. У них между собой идет грязня. Это раз. Во-вторых, скажем, на территории Донецка применять крупнокалиберную артиллерию, наверное, даже смысла нет. Там надо работать мелкими группами. Должна работать разведка. Должна работать разведка групп. Должны работать, ну, как их назвать, разведгруппами, которые потихонечку должны отжимать территорию. Что при этом поменьше страдало местное аэропортанское население. Потому что применение артиллерии. Отработали район. Зашло туда все тяжелое вооружение. Поставили блокпост, закрыли. И потихоньку отжимать территорию. Хорошо, возвращаясь к конкретному, к вашей части, к вашим ребятам, к вам лично. Для того, чтобы вы, скажем, дожили до победы и смогли победить, вам нужно оружие. Кому вам нужно сейчас обратиться, для того, чтобы это оружие до вас пришло? Все дело в том, что мы обратились, как я приехал в свое родное министерство, в министерство внутренних дел, общался с людьми. А мне люди говорят, а у нас ничего нет, даже РПК нет. Все оружие, в министерстве обороны. С 20 мая была подана заявка на получение вооружения, которое министерство обороны до сих пор не рассмотрено. Просто не рассмотрено. Забюрократизировано, заволокичено, положено под сукно. Создается странное впечатление, что у нас, скажем так, очень много предательства, что все делается преднамеренно. Даже вот очень показательно, я вам скажу так, смерть моего товарища, муж Татьяны Черновилов, Березовский-Коля. Ведь как он погиб? Они штурмовали Иловайский, ранили его товарища. Он полез его вытаскивать. Работали без прикрытия, бродили, без ничего. Он полез его вытаскивать, получил пулю в бедро и стек кровью, потому что ему не смогли вовремя оказать помощь. А в 800 метров стояли танки. Стояли танки армейские, бездействовали. То есть отсутствует элементарная координация действий, элементарная согласованность. Нас бросают для выполнения каких-то непонятных задач, которые, в принципе, должна и обязана выполнять армия. А они их не выполняют. Понимаете, вот я вам скажу так, вот у нас для взаимодействия приданы несколько танков, несколько единиц бронетехники. С ребятами работаем на личном контакте. Руководство их практически... Мы с ними не контактим. Но если буквально недавно, после того, как мы уже 20 дней простояли на песках, появилось сообщение в прессе о том, что пески освобождены, я, конечно, был очень удивлен. По поводу взаимодействия, вернее, по поводу качества командования, я так понимаю, что взаимодействия получается между различными группами, между подразделениями Министерства внутренних дел и армейскими подразделениями нет по вине руководителей. Я понимаю, генералов, каких-то полковников, наверное. Что нужно сделать для того, чтобы, собственно говоря, это взаимодействие появилось? Ну, я, например, слышу все чаще и чаще командиры различных подразделений на своих страничках, в соцсетях, говорят, что мы уже готовы прийти в Киев с оружием и вас всех там повесить и четвертовать, и все что угодно, линчевать. Вопрос такой... Кстати говоря, первый вопрос в этом направлении. Это действительно люди уже до того дошли, что готовы линчевать этих генералов, собственно говоря, или нет? Ну, как скажем, линчевать, конечно, вряд ли. Ну, попросить их занимаемых должностей, наверное, вполне резонно и вполне вероятно. Я даже не думаю, что вопрос стоит о некомпетентности. Я больше думаю, что вопрос стоит о предательстве. О чистом предательстве государственных интересах. Ну, вот что мешает взять и выдать, скажем, то же тяжелое. Мы же не просим танков, мы не просим тех же самых БТРов. Мы не просим, потому что знаем, что их не дадут. Хотя я знаю, что на том же он, в Харьковском заводе Малышева, около тысячи единиц бронетехники просто тупо стоит, потому что отменен контракт. Отменен контракт. Для чего ее хранят? А люди воюют на старой технике, на восстановленной. Вот у нас на одном из танков не работает ночлег. Ну, нормально это. Ненормально, когда люди бросают в нас рубку, не обеспечив их хотя бы элементарным вооружением. Мы же не просим себе там биотуалеты или еще что-нибудь. Вы просто нам дайте, чем нам воевать, чем нам защищать нашу родину, чем нам прикрывать ваши задницы. А то, что такие высказывания, я лично, в принципе, считаю, что, возможно, это и надо было бы сделать. Надо было бы сделать. Но есть законный порядок. Есть законный президент, который... Ну, я, Петр Алексеевич, я, конечно, извиняюсь, что я к вам так прямо с телеэфира обращаюсь. Объясните мне, пожалуйста, кто вам посоветовал назначить министра обороны, человека, который работал в милиции, а потом всю жизнь занимался охраной высших должностных лиц. Охранник не может быть министром обороны. Для этого необходимо немножко другое мышление, немножко другое образование, немножко другой опыт работы. Здесь должны быть боевые офицеры, просто боевые офицеры. Я, вы знаете, я вот, я в который раз пытаюсь донести такой вот просто пример, пример из жизни. В Донецке на Куприна-1 на территории военного училища стояла часть внутренних войск под командованием Бартыньева Дениса. Она была последней частью внутренних войск, которая находилась на территории города Донецка. Если при захвате той же конвойной части, которая стояла на Щерсове, там был устроен просто цирк, потому что я общался с солдатами после их освобождения, которые там служили, которые рассказывали, что офицеры дали команду им лечь на пол, сами взяли в руки оружие и начали стрелять в воздух. А люди, которые их захватывали, так террористы, сепаратисты, тоже стреляли в воздух. Выстрелили весь боекомплект, сложили оружие, сдались. В отличие от них, Бартыньев вывел свою часть с личным составом. Да, не совсем. Да, много предателей. Вопросов нет. Но тут уже вопросы не к командиру части, а к кадрам, которые подбирали контрактников. Что смешно, что часть оставили контрактники. А ребята, которые были призваны на срочную службу, которые перехаживали уже, переслуживали, они остались с командиром части. Он вышел с техникой, с оружием, при отходе взорвал склады, которые было необходимо взорвать. А когда приехал в Мариуполь, его почему-то начали обвинять в предательстве. Что это такое? Это зависть? Или как? И вообще, война какая-то странная, информационная война. Просто создаются информационные поводы для выброса информации. Вот, скажем так, по сообщениям средств массовой информации за Мариупольский порт шли там тяжелые бои. А я приезжаю в Мариуполь, а здание аэропорта – это стекляшка. Оно целое. Нет у него разбитого стекла. Так о каких боях идет речь? Я не имею в виду, что там целенаправленно стреляли по этому зданию. Но шильные-то пули должны были долетать, должны были побить стекла. Или вот даже взять пример с Пеской. Ситуация. Это, в принципе, мы уже второй раз зашли на Песке. До этого где-то дней за пять мы заходили на Песке, дошли до блокпоста, упырались в блокпост, нам поступила команда «Отступи!» Отступили. Ну, при этом были убиты, были ранены, отступили. Потом поступает команда буквально через пять дней опять на Песке. Опять мы заходим на Песке, перед нами была поставлена задача перед милицейским подразделением второго эшелона зайти на Песке, продержаться сутки, дать возможность военным поставить блокпост. Не смешно? Печально, на самом деле. Да, печально. Да, была поддержка бронетехники, вопросы у них. Зашли. Зашли. Продержались. Мне звонят со штаба батальона, говорят, все, давай снимайся. Говорят, да, ребята, подождите, а как сниматься? Там же военные, поставили же блокпост? Говорю, нет, не поставили. Как не поставили? Говорю, вот так не поставили. Говорю, даже малейшего движения не было, чтобы поставить блокпост. Странно. Ну, броня, которая с нами была, танкистом, мужики, мы, наверное, будем уходить. На что последовал ответ? Что если уйдете вы, уйдем мы. Мы без вас оставаться тут не будем. Логично. Да, у них тоже и пехота была, все. Да, смешно. Говорю. Звоню, ну как, в разговоре с комбатом, говорю, не могу уйти, потому что уйдет броня. Говорю, уходить не буду. Будем как-то думать, ну, пока поставят блокпост. Ну, говорит, тогда держитесь. Я ребятам даю команду, мы до этого чуть-чуть копались. Говорю, мужики, я говорю, глубже в землю. Похожи мы тут надолго. Проход два или три дня. Поступает команда. Отойти к объездной дороге. Ну, это оставить поселок и отойти на три километра. Где-то километр оттуда. К объездной дороге. Говорю, а зачем мне отходить к объездной дороге, если у меня там стоит мой блокпост, мои же ребята стоят. В принципе, тоже окопались, тоже готовы обороняться. Стоят. Зачем, говорю, оставлять пески? Такая команда Зенштаба. Занок Зенштаба. Вы знаете, представители генерального штаба, скажите спасибо, что было очень плохо слышно, и я не услышал ни вашу фамилию, ни ваше звание, ни вашу должность. Я бы озвучил имя героя Украины. Подполковник, ты чего не выполняешь приказы? Я говорю, какие? Оставить пески. Я говорю, а вы кто? Я там Зенштаба такой-то. Я говорю, понятно. Я говорю, Зенштаб? Да. Министерство обороны? Да. Я говорю, я подразделение МВД. Я говорю, мы вам не подчиняемся, если уже на то дело пошло. Я говорю, если для вас это игрушки, то для меня это путь домой. Я домой иду, я говорю, у меня по прямой от окопа 8 километров до дома. Говорю, и бегать туда-сюда обратно, терять людей при новых, так сказать, штурмах и новых зачистках. Я говорю, не хочу. И при этом, естественно, страдает мирное население. Вы представляете, какой-то психологический стресс, когда идет эта пальба, когда снаряды, мины летают. Я понимаю просто, когда снаряды и мины, вопрос того, что просто тебя убьют, да и все. Да. Я говорю, я не буду отсюда уходить. Я говорю, буду стоять. Ах так, тогда я дам команду отвезти броню. Говорю, отлично. Говорю, давайте команду отвезти броню. Но только она не уйдет. Как это не уйдет? Они выполняют приказ. Говорю, не выполняют. Как, почему? Я говорю, сейчас дам команду на автометчикам. Мы ваши танки, БМПшки, позбиваем гусеницы, мы их просто разуем. И будут у нас, говорю, неподвижные огневые точки. Ты что, дурак? Да нет, говорю, с придурками общаюсь. Приказ не был отменен, но он и не был выполнен. Так вот, складывается такое впечатление, что господам генералам, господам генералам, возможно, я, вы знаете, я почему-то начинаю даже подозревать, что уже, что даже существует, возможно, какая-то договоренность между нашим командованием и сепаратистскими силами. Как вот звучит? Захватили поселок Пески прямо на границе с городом Донецка. Звезды, ордена, отлично. Потом раз, а то что? ДНРовцы, ну, российское телевидение, ДНРовцы рапортуют. Отбили поселок Пески. Ну, тоже ж видно, там же какие-то премии идут. Потом опять захватили поселок Пески. Опять ордена, медали. Весело, так мы так будем воевать еще, знаете, сколько лет? Я не хочу, чтобы была эта война. Я просто не хочу. Я хочу ее побыстрее или закончить, или прекратить. А для того, чтобы это сделать, надо освобождать город Донецк и освобождать остальную территорию Украины. Я понимаю, что много русских сюда приехало. Я понимаю, что уже заходят фактически регулярные российские части. У меня только один вопрос. Где мы их хоронить будем? Рефирижераторов не хватает, чтобы отправлять их в Россию. По поводу непрофессиональности. В принципе, это милицейские батальоны. И сейчас, скажем, уже даже многие действующие сотрудники милиции хотят к нам перевестись. Для того, чтобы с оружием в руках защищать свою родину. И как они так мне в приватных беседах говорят, хоть немножко как-то искупить вину. Что мы в свое время не отреагировали так, как надо было. А ждали приказов руководства. Но наш бюрократический аппарат, МВД, который живет, так сказать, по законам, можно сказать, по законам мирного времени, не понимая, что там, в принципе, это не антитеррористическая операция. Это война. Это самая настоящая война. Которые не понимают, что там живет война. Все эти вопросы затягивают. Скажем так, восстановление бывших сотрудников милиции. Если человек пришел вообще неподготовленный, от гражданки, со всего, просто, занимает где-то 24 дня, а для того, чтобы восстановить бывшего сотрудника милиции, который, в принципе, знает, как законодательную базу, знает, как обращаться с оружием, занимает месяц, полтора, два. Точно так, как и перевод действующего сотрудника милиции. Тоже занимает около двух месяцев. У нас процедура, которую необходимо исполнить. Я, вообще-то, в принципе, обращаюсь к нашему, теперь я обращаюсь к министру МВД. Господин министр, есть просьба. Если действующий сотрудник милиции написал, скажем, рапорт на перевод наше подразделение, дайте указания кадровому аппарату. О, по кадровому аппарату мы еще отдельно сейчас поговорим. Дайте указания кадровому аппарату, чтобы они как-то ускорили все эти переводы. И я, в принципе, возможно, не следует ожидать даже приказов там по областным управлениям. Пришел рапорт, его, возможно, включить в министерский, человека, возможно, включить просто в министерский приказ и вашим приказом просто перевести. Да, вот теперь мы подошли к кадровому аппарату. Господин Чеботар, просьба всех действующих, так сказать, просьба личного состава, всех действующих подразделений добровольцев, уйдите, пожалуйста, в отставку. Это пока просьба. Потому что действительно может дойти до плохого. Вот вы в своих, так сказать, отчетах рапортуете, что все, всем, все обеспечены. А вы хоть знаете, сколько вообще подразделений существуете? А вы знаете, где они базируются? А вы знаете, чем они занимаются? Я прекрасно знаю, так как по роду своей деятельности я все-таки в милиции проработал 28 лет, и знакомых у меня очень много, что вы продаете должностя, на этом зарабатываете деньги. Понимаете, не доводите нас до греха. А то действительно, как говорит ведущий, как спрашивал ведущий, готовы ли ваши бойцы уже приходить и линчевать генералов? Доведете, доведете. Будут готовы. При вашей работе, при вашей коррумпированности. Я понимаю, что должность замминистра после должности продавца колбасы, наверное, очень интересная. Вот просьба. Уйдите, пожалуйста, в отставку. Это просят все батальоны. И да, поставьте, господин министр, поставьте на место зам этого зама компетентного человека, который будет думать не о своем кармане, а о родине, о государстве. Как здоровье? Как думаете, долго еще будут лечиться? Ну, честно сказать, врачи пронаразировали недели три. Я думаю, я надеюсь, что раньше. Потом вернетесь в счастье? Конечно. Меня там ждут. Я за ними скучаю, они за мной скучают. Кто же на них кричать был? Ясно. Ну что, желаю вам здоровья, скорейшего выздоровления и, конечно же, остаться в живых и вам, и вашим ребятам. Ну, к счастью. И вернуться домой как можно быстрее. К счастью, вы знаете, к счастью, к огромному счастью. Да, трехсотых у нас в последнее время в связи с работой снайперового много, но двухсотых у нас нет. И я надеюсь, что их не будут до конца войны. У меня почему-то есть такая надежда. Желаю, чтобы она посуществовала.